Всем привет! Это коллаб, да, такой, значит, как это называется, спонтанный, да? Спонтанный. Спонтанный, хотя мы давно... Стохастический. Стохастический коллаб. Да. То есть мы хотели поговорить с Олегом. Да, это Олег Верходанов, если кто-то вдруг не знает, хотя я сомневаюсь, что есть кто-то, кто не знает Олега. Астрофизик. Астрофизик и популяризатор астрофизики просто настолько яркий, что я вот стою на его лекции и поражаюсь. И сверху на меня смотришь, по-русски. Ну, я же по-русски сижу, когда я на твоей лекции, это наоборот, я наверх смотрю. Вот, и вот, значит, я добрался до прямо логова, где он живет. И мы находимся... Около аквариума. Да, смотрите, там огромные рыбы. Четыре сома. Четыре сома. И знаете, что я спросил у Олега? Я говорю, ты выращиваешь, чтобы потом сожрать их? Он на меня, как на живодера, посмотрел и говорит, а у тебя есть кошка или собака? Я уже понял, какое следующее будет вопрос. Долгую слить соман. Ты ее тоже держишь, чтобы сожрать. Но у меня не было ни кошки, ни собаки. То есть, да, это просто аквариум для удовольствия, а не чтобы вырастить и съесть эту рыбу. Для снятия стрессов еще. Ты как говоришь, стресс или стресс? Стресс, стресс, стресс. 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 Это правильно или неправильно? Я тоже говорю стресс. Но иногда хочется рисковатого. Стресс, стресс. И что, они снимают, да? Снимают. Кого снимают? Стресс. Снимают. А тебе не кажется, что стресс снимает обстановка, вот место, где ты живешь, где мы сейчас находимся, вот этого поселка. Расскажи про этот поселок вообще. Мы в Нижнем Архизе, если что. И Олег живет здесь и работает здесь. Работает он в шаге от дома. Он просто выходит из дома, поворачивает налево и входит в работу более-менее. 33 года. 33 года. И живет вот так. И он, значит, вот эти несколько домишек, они потеряны здесь среди гор. Если с Google карты зайти сверху, посмотрите, видно, что это лес. Леша в лес, в лес. Да, Леша в лес, в лес. Первое, что я сделал, я взял, иду, я говорю, а что за ограда? Э, это ты не трогай, это каменная ограда 10 века. Ограда не 10 века. А нет? Ограда таких, как мы. Но почти 10 века. Постиль 10 века. В общем, там жили люди, и они построили три храма. Каменных храма. И много чего еще. Вид, домики построили. И домики остались в виде бугорков. Я, кстати, видел Донецк. Копаться там нельзя, все запрещено. И там вообще очень интересно. И это архив. Историко-архитектурный заповедник. Ходят духи. Духи чувствуются живших здесь людей. Но ты материалист, ты не поймешь меня, но прямо вот... Хорошо, что не все слова используешь. Вот так вот. То есть, я иду, и такая, знаешь, благодать живущих здесь дает. Благодать живущих здесь. Благодать живущих здесь. Благодать живущих маура. Да, наверное, да. Благодать. То есть, я прям чувствовал это вот, как они здесь есть все. Вот. Так что, это очень крутое место. Я прям вышел к храму сразу, прям вот так вот шел через лес. Чтобы было понятно. Поселок Нижний Архыс. Это специально-стратистическая обсерватория, которая построена позднее, чем то, что здесь было раньше. Раньше здесь было поселение Алана. Возможно, даже столица Маас. Это 9-й Аланского царства. Маас, да? Маас. Ну, может быть, он и не столица, но вот крупный город. Сейчас 800 лет кто-нибудь скажет, кто-нибудь скажет, какой-нибудь исследователь прошлого, скажет, что так как Маас и Маастрихт это одно и то же, то на самом деле Аланы жили в Маастрихте. Но это я троллю Анатолию Тимофеевича. Вообще-то Аланы доходили до Испании, поэтому все нормально. Все хорошо. Вот. А что еще? Значит, поселок. Сейчас это храмовый комплекс. И есть еще небольшое поселение, где жили эстонцы. Эстонцы, да? Эстонцы. Еще живут, да. Вот. А все это вместе Нижний Архивис. Место, где живут астрономы, находится в Буковом лесу. И вот все, что мы здесь, все, что я видел, это Букова. Букова. Но нет такой точки на карте. На карте это Нижний Архивис. Вот. Что-то было пытно, что с двух сторон Зеленчука, здесь протекает речка Зеленчука, горная речка. Да, и, кстати, по ней справлялись мои друзья. Я помню, о, катамараны. Ну, Зеленчука, Зеленчук. Я сам не хотел. С двух сторон Зеленчука находится кладбище. Прямо на склонах. И, как говорят те, кто видели, как строили эти дома, фактически дома построены на кладбище. И, может быть, даже седьмого века. На костях. Ну, это уже не кости, наверное. Это уже часть нашей планеты. А, за это время кости как-то... Ну, где... Как стать устроена? Все, вот ты астрофизик, ты ближе к таким вещам, как геология, да? То есть, за сколько времени кости перерабатывают? В мрамор. Кости перерабатываются в мрамор примерно за 250 миллионов лет. А, то есть, там все-таки кости. Ну, где-то, значит, если идти вдоль дороги... А, ну да, бывают же раскопки, там, типа, миллионов лет назад, и там кости лежат, да? Сколько там? Ну, 250 миллионов лет, миллиард лет. Когда идет субдукция, одна плита подползает под другую, и известняк переплавляется. Я думаю, кости за это время переплавляются хорошо. Все, да? Мрамор. А-а-а. Мрамор это... Субдукция при этом выделяется в тепло, да? Нет, субдукция, это когда плита подпадает, подлежает под другую плиту. И там давление, да? И переплавляется там. А почему переплавляется там? Там температура высокая. А-а-а. Жидкая же, под мантией жидкие... Блин, надо вспоминать. Да, вот такое дело. Сейчас мы будем пробовать записывать тогда кусками, и потом, может, даже склеим, ну, посмотрим. В общем, какое-то странное свойство квик-тайм-плеер, что он прекратил сам, взял и прекратил записываться. Ну, ладно, продолжаем разговор. Искусственный интеллект вмешивался из будущего. Чего-то да, да. Чтобы, не дай бог, что-то никто не сказал, что изменит будущее. Вселенная такая. Эффект бабочки. Эффект бабочки. Замкнутый. Замкнутый для времени. Что-то такое, я слышал. Я, правда, не смотрел этот фильм. Ну, там, по-моему, славовато. Лучше прочитать... За миллиард лет до конца света Стругацкий. А-а-а, надо, надо, надо. Когда стабильность Вселенной вызывает правку в прошлом. Правку в прошлом. Волновая функция по времени, такой нету, конечно, но вот она по времени, у тебя начинает отрабатывать такие фантастические вещи. Ого, как. Ну, мы это сочиняем сейчас, а если мы это можем придумать, значит, это может и быть. Так устроен человеческий ум. Это правда. В математике так и происходит. Ты придумал какую-то новую конструкцию? Кольцо, поле там, да? Она родилась или есть? Раз, и огурцы в поле растут. Да, да. Или мнимые. И на серебряном поле. На серебряном поле. Нет. Я сражаю огурцы. На серебряном поле. На брезентовом поле. Да, да, да. Точно было. Ну, как-то так. Математика такая, да. Что ты хотел еще узнать об этом месте? Слушай, а вот что делают на этой обсерватории? Обсматривают небо, да? Ну, первое, я люблю говорить в обсерватории, конечно. Не все так выглядят. Некоторые говорят на обсерватории. А в обсерватории? Потому что это институты. Обсерватории это институты. А, ну да. Это лабораторный корпус, это механические мастерские и телескопы, которые принадлежат. Все это вместе обсерватории. Так. Здесь разные задачи. В основном это астрофизические задачи. Есть оптический сектор, есть радиосектор. Часть задач может пересекаться. В оптике исследуют звезды, галактики и скопление галактик. В радиодиапазоне исследуют галактики, активные ядра галактик. В частности, это квазары, сильные радиоисточники. Сейчас, сейчас, очень много непонятных слов. Какое слово тебе непонятное? Квазар. Квазар. Прекрасное слово. Прекрасное слово, Алеша. Молодец. То есть, это галактика, я еще понимаю, что такое. Но там еще какие-то радиодиапазоны, да, но это ниже света. Электромагнитные диапазоны, да. Это вот ты в телевизоре говоришь, вот у тебя радиодиапазон передает. Квазар – это сверхмассивная черная дыра. Это мы говорили о топологии сегодня. Квазар. Это сверхмассивная черная дыра, на которую падает газ по спирали. Когда он падает, он собирается в диск, он называется аккреционный дыр. И пересекает горизонт событий. Но не весь газ пересекает горизонт событий. Значит, как бы ускоряется со скоростью, что упало, то пропало уже больше скорости света. Больше скорости света не бывает. Но он переходит из-за горизонта событий, он вернуться обратно уже не может. Не может вернуться обратно. Вот, да. Запрещено. Это там действует такой запрет. Гравитация сильнее, чем... То есть пространство как бы стекает вместе с тем, что в нем сидит внутри черной дыры. Это такой не очень глубокомысленный аналог, но чтобы представить, что как бы ты ни летел по этому пространству, все равно с пространством ты попадешь в черную дыру. А, стой, 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 стой. То есть, можно я приведу пример, а ты скажешь, правильно ли он. Надуем шарик. После этого, значит, станем его сдувать, и при этом я буду бежать по поверхности, очень быстро убегая от точки сдува, но она вся сражается... На подобие, на подобие, на подобие, да, на подобие. Ну, там, на самом деле, считается, исходно считалось так, что горизонт событий – это область, изнутри которой первая космическая скорость должна быть больше скорости света. А такой скорости у нас нет. Но свет не вылетает не потому, что первая космическая, а потому что свет всегда летит кратчайшим путем, а его траектория, по которой он летит, называется геодезическая. Внутри черной дыры геодезические замкнуты пространства. Они не выходят на волосы. Он просто летит и не может лететь. И оттуда ничего не выходит. И так из уравнений, да, получается? Да. Я прикрою окно, потому что там начинается ураган. У нас сейчас готовится крупное выпадение снега через сутки. Это будет очень интересно, но перед тем, как начинается такое выпадение снега, ущелье гудит, потому что ветер сверху спускается с гор. Вот это жутко интересно. И по ущелью протекает, как такая сильная ветряная река, и когда вот этот поток идет, ущелье начинает низкочастотно гудеть. Мне эти звуки очень нравятся, я люблю под них спать. Но некоторых они пугают. То есть это привидения? Тебя пугают такие звуки? Ну, если я подумаю, что это привидения... Как ты можешь подумать? Это из-за математика. Ну... Ты начнешь вычислять их путь. Как тебе сказать? Сколько? Вот давай так. А вдруг оно пришло ко мне там? Это привидение через математику пришло? Подожди, мы поговорим сейчас о привидениях после квазара. Давай, да. Квазар – это сверхмассивная черная дыра. Это значит масса больше миллиона масс Солнца. Но квазары, как правило, миллиарды масс Солнца. Если мы всю эту область собираем, измеряем размер области у такой черной дыры, миллиарды масс Солнца. Это приблизительно радиус Плутона. То есть вся Солнечная система, включая Плутон, будет внутри черной дыры. Вот горизонт событий где-то там пройдет. Значит, да, она маленькая. Но там очень много. Пространство криво. Газ бегает, летит по кругу в виде кольца, африционного диска, это плоский такой диск, разогревается и становится плазмой. Гравитация его притягивает, возникает сильное магнитное поле, бегущие, зарядные частицы, разогретые. И это поле начинает разрываться, наматывается новость вращения черной дыры, и не весь газ переходит в горизонт событий, а выстреливает. Получается черная дыра, диск и две летающие струи. Все это вместе квазар. Это яркий радиоисточник, он находится в центре активных ядер галактик. Здорово. Это очень далеко. Ну, квазары, есть у нас радиоисточники, есть спящие квазары, в нашей галактике спящие квазары, это 26 световых лет в нашей галактике. Он не так опасен, хотя уже прикидывают, как бы это галактика, центр нашей галактики мог бы нам навредить. Ну, например, космическими лучами, случайно обстрелять нас. Или взорвать звезды какие-то вблизи центра нашей галактики, так, чтобы они взрывались, и при взрыве струя, неравномерный взрыв происходит, и может образоваться еще одна струя. Если она попадет в нас, то это будет неприятно. А вот будет ли заметно человеку? Если попадет сильная струя в нас, мы это заметим, потому что атмосфера не разъединена, может быть, сдута. Сдута? Космическими лучами. Вообще, да? Ну, например. То есть ты встал утром и нечем дышать вообще, да? Ты не встал утром, Беша. Если ее ночью сдует, но ее и дымет... Нет. Представь себе, что у тебя в руках лучемет размером с землю. Ты смотрел «Звездные войны»? Нет. Там звезда смерти была, она стреляла лазерным лучом. И эту звезду смерти делали по типу вот этой струи при взрыве звезд. То есть нам нужно сделать нестабильность звезды так, чтобы она взрывалась. Но взрывается она неравномерно. Взрывается она в каком-то одном направлении, в противоположном. И часто там образуется внутри еще свой аккреционный диск, потому что... Какой? Кто? Аккреционный диск свой внутри. Ну, у нас происходит уплотнение центральной части звезды, компактный объект. И туда начинает сваливаться газ. И он сваливается не просто так, он может свалиться в виде аккреционного диска. И вот две струи вылетают. И если вот такая струя попадает в нас... Ну, представьте себе лазерным лучеметом. Ну, на самом деле, там не лазерным, а плазменным лучеметом. Бьет по нашей атмосфере. Каково это? Ну, вот как... Я просто пытаюсь понять, как это вот... Допустим, в нас она летит. Струя. Издалека, да? И сколько далеко она может улететь вот так, прицельно? Я могу тебе сказать, что самые далекие струи, которые мы знаем, прицельно, вот они сохраняются. Страшно подумать. Миллион световых лет. От нас? От нас. Нет. Длительность струи. Это у активных ядер галактик. Это называется... В смысле? Они не лазерят? Они не лазерят? Они не разрываются в течение... Вот струя сохраняется. Разность. Вот расстояние от начала до конца. Миллион световых лет. Ну, по идее, ты выстрелил джетом. Вот у тебя это облако летит. Ну, ну. Ну, и где-то там разрушилось. А если у тебя идет непрерывная струя, и она не разваливается от среды. А пролетает. Вот рекордные до 4 миллионов лет. Размер. Цветовых лет. А какая нам ширина? Ну, ширина большая. Ширина примерно... Парсек это... А парсек, кстати, что такое парсек? Давай объясним нашим слушателям, потому что я не помню. Парсек это сокращение параллаксикунд. Сокращение параллаксикунд, да? Все, мы говорим. Это размер... Просто тут... Расстояние. Расстояние на небе, с которого размер земной орбиты... Это ее... Я пытаюсь... Стояние на небе. Я пытаюсь понять, вспомнить радиус или диаметр. Вот двоочник. Ну ладно, неважно. Диаметр. Размер земной орбиты... На 300 миллионов километров. Размер, да, земной орбиты выглядит на небе как одна углова секунда. Это один парсек. Называется параллаксикунда. Один парсек, один парсек 3,26 суток светового года. 3,26 световых лет, да? Да. Так. Хорошо. Значит, и так, и что еще раз с этими парсеками? То есть, это расстояние до Сириуса? 4 парсека. 4 парсека. 12 световых лет. Это расстояние до куда? До ближай... Нет. Это... А, это ширина струи, что ли? Я могу сказать... Она все снесет, да? Ширина струи... Ну, один... Одна десятая парсека вообще, правильно. Размер аккреционного диска. Если у нас аккреционный диск... Если струя поднимается с самого аккреционного диска, там есть странные модели. В принципе, он может собираться в очень компактную область и потом расширяться. Но сейчас появились интересные наблюдательные данные, где есть ощущение, что со всего аккреционного диска... Но аккреционный диск может быть и больше. 40 астрономических единиц орбиток Плутона, и он может уходить еще дальше. То есть, газ накапливается... Сейчас, то есть, подожди, ты хочешь сказать, что, грубо говоря, струя, ну, давай так, размера сильно больше, чем Солнечная система? Да, да, струя больше, чем Солнечная система. Это по диаметру. По диаметру. А в длину миллион световых лет? Да. Несется и сносит все на своем пути, да? Ну, что попадает. Вот как это будет выглядеть на Земле? Или Земли не будет, ничего не будет, да? Если долбанет по Земле, то, я думаю, не будет ничего. Ничего. То есть, мы ничего не делаем. Ну, нет, здание... Мы умрем мгновенно. Здание, здание может быть, сохраняться. Но у нас температура поднимется сразу. Ну, у тебя плазма летит. Вот насколько она... Температуру сказать не могу, потому что там не совсем температурные вещи, но миллионы градусов, я думаю. Миллионы, сотни, сотни тысяч, миллионы, вот молния бьет, там сотня, сотни тысяч вольт, десятки тысяч градусов. Ну, вот так будет, да? Да. Грубо говоря, будет молния, только шириной до Плутона. Ну, это не молния совсем, а некий поток плазмы. Да, и все. Снесет атмосферу и сдует. Ну, и поезд земли, наверное, поезд она долго будет. Вот, сказать не могу. Я, на самом деле, не такой страшный алармист, но я думаю, про это сейчас выйдет книжка. Там что-то такое, как это, «Гибель с небес» есть книжка. Я ее видел, но сейчас, передказывать это не буду, это не совсем моя тема, как мы можем друг друга разрушить. Мы же с тобой пацифисты. Ну, я, да, я... Да, даже с точки зрения космической катастрофы. Я мирный человек. Но я же не могу повлиять на космическую катастрофу. Она либо будет, либо нет. Почему ты можешь спастись? Мы можем спастись. Мы можем землю переместить в будущее. Есть несколько способов, как это сделать. А, если мы задолгое, да, поймем, что... Если для этого требуется десятки миллионов лет, конечно. Солнце начнет гибнуть через, там, 4 миллиарда лет. Мы к этому можем подготовиться. Но у меня это понимание стоит в том, что человечество... Бездарно должно... Можно себя перестроить. Скорее всего, себя самоуничтожить. Человечество можно перестроить. И это тоже будет человечество. Сначала вы сидите... Сначала вы смотрите YouTube-канал. Это вы уже начали себя перестроить. Вы не хотите читать книжки. Вы смотрите YouTube-канал. Это, конечно, хорошо, но и нехорошо. Потом вы заходите в соцсети. Сидите в соцсетях. Потом ваши друзья, оказывается, в соцсетях работают лучше, чем вы. Потому что у них специальные очки. А некоторые, самые продвинутые, через лет 10-20, будут себе такие чипы вживлять. К нейром. И будут подключать через USB себе, чтобы быстрее набирать на клавиатуре. И вы уже, оказывается, уже не просто люди. Они немножко андроиды. Да. Вы красите... То есть вы занимаетесь трансгуманизмом. Не знаю, как Алексей Владимирович... Господи, помилуй. Не знаю, как Алексей Владимирович. А я считаю, что трансгуманизм – это неплохо. Красьте волосы. Я-то в ужасе. Красьте ногти. Трансгуманизма. Красьте... Делайте себе дополнительные органы. Там, третьи, восьмые, шестые почки. Они вам помогут и упростят жизнь. Но начинайте это все с соцсетей. С YouTube. Смотрите канал Алексея Владимировича. И вы узнаете, как здорово быть трансгуманистом. Я думаю, каждый из нас, каждый из нас, слушая это, делает сам выводы для себя. Красить вам бороды или нет в зеленый цвет? Ну ладно, это на Тема намекаешь, что у него волосы головные. А я же не знаю, я не видел его. Нет, просто Тема... Скажи спасибо, что я не спрашиваю, кто это такой. Тема Лебедев. Да, ты мне уже рассказал об этом. Но ты не знал, да, кто это? Нет, я знал, когда-то, давным-давно, 10 лет назад, я слышал это имя. Понятно, но в Нижнем Архизе не актуальны никакие имена из остального мира, поэтому и меня тоже, вот только сегодня мы познакомились здесь. С тобой. Прямо вот сейчас, Севин. Ты кто? Ну, где Агент Алексеевич? Здесь реально, здесь можно... Очень приятно познакомиться. Здесь можно не знать, кто президент там всего вообще, кого угодно, да? Здесь можно просто жить... А нет, от президента же зависит финансирование. Да, я вам признаюсь, бюрократия зависит от руководства. И деньги, наверное, тоже, да? И деньги тоже. Ну, да. И это такие связанные вещи, оказывается. Ужасные. И Дёша в этом случае сразу грустит. Я тоже. Да, потому что бюрократию надо убрать. Демократия тоже, ну, это другой разговор. Бюрократия надо убрать, а деньги, наоборот, привезти. Ну, вот, квазары исследуются на Ротане. Там исследуются и микроквазары, это когда двойные звезды. А, вы исследуете их, да? Вы их видите? Да. Ну, так это радиоисточники. И ты их видишь, твой мобильный телефон их видит. Он по ним определяет свое положение. GPS определяется по станциям на Земле. Станции по Земле ориентируются по спутникам, а спутники привязываются к астрономической сети, которая строится на квазарах. Квазары – это реперы, стабильные точки. Вот это круто. По которым, может, черный берег, без них, без черных берег идется. Нет телефонов, собственно. Ничего нет. Даже YouTube не будет работать без черных берег. Вот это мне нравится. Слушай, мне нравится, это все связано. Мне нравится, когда все совсем связано. Чего бы это? Даже рыбки живут, потому что черный берег. Я холист, холист. Я считаю, что вообще все совсем связано. Теперь поговорим о призраках. Меня очень взволновал вопрос о признаках. О призраках. Да, что… Призраки имеют массу или нет? Интересный вопрос. А смотря в каком виде они к тебе явятся? Предположим, они явятся… Если в виде грузовика с дровами, то имеют? Имеют. А если в виде воспоминаний, то нет? Энергию откуда они возьмут? То есть, это зависит от того, как они решат. Значит, первое. Они будут параллельно нашей физической реальности или они в нее встроятся? Вот параллельно физическая реальность может с нашей реальностью взаимодействовать? Да. Да. Через какое взаимодействие? Ну, займут через мозг. То есть, электромагнитно? Это вполне возможно. Я бы так сказал. Значит… Я не знаю ничего про это, но я бы сказал так, что… А, ну, ты как математик. Да. А приори это вполне возможно. Систему взаимодействия надо. Значит, электромагнетизм. Значит, ты можешь… Может быть, может быть. Я не знаю. Значит… А ты веришь в телепатию, кстати? Скажи мне. Нет. Не веришь, да? А вот я верю, потому что я много раз наблюдал такой момент. Так, тогда нужно определиться. Ты можешь наблюдать. Но при этом я не говорю, что я могу доказать ее существование. Я говорю, что я в нее верю. Потому что я наблюдал много раз, но этого много, еще не слишком много для статистики. Это ты сказал. Обрати внимание. Не я тебя не жил. Я именно верю в телепатию. Я не… Ты определи, что такое телепатия. Это вот что такое. Ну, я приведу просто пример и все. Пример такой. Сижу я и вдруг вспоминаю. Блин, Сереге-то я так и не выслал то, что обещал. И тут звонок на телефоне от Сереги. Вот это я называю телепатией. То есть, как бы… Скорость передачи информации конечна. Думаю, что… Электромагнитная волна. Электромагнитная волна. Ну, я так думаю, на самом деле, что ничего вообще волшебного в ней не будет. О, это ты сказал. А теперь давай… Да, я думаю, что в ней будет просто какая-то навыка, которую мы еще не знаем. А теперь… Ну, как, электромагнитизм мы знаем? Нет, да, но в смысле, что мы ее не умеем пока… Почему мобильный телефон? Мобильный телефон, зачем тебе телепатию? Нет, а вот как все-таки, когда он… Смотри, вот почему, когда он у меня в сумке начинает… Только-только собирается начать звонить, я вспоминаю про человека, который сейчас звонит. Он перед звонком чуть-чуть подергивается. Чуть-чуть. А потом начинает звонить. Нет, это не объясняет всего, потому что многие случаи стали в том, что я брал телефон… То есть, ты можешь с таким… Да, есть много случаев. Значит, сейчас мы проведем эксперимент. Сейчас я буду Лёше звонить, и он будет узнавать. Не буду, в том-то и дело, что он всегда работает. Почему я говорю, верю? Потому что нет… Вот наука бывает… Кстати, вот это очень интересный вопрос, который бы я обсудил. Значит, бывает стадия… Бывает стадия совсем догадок, бывает стадия anecdotal evidence, то, что называется… То есть, некоторый ряд отдельных наблюдений, которые не воспроизводимы на практике. Ты их запоминаешь, но вызвать так не можешь. Это психологический эффект. Ну, вот все-таки… Ты подкидываешь кубик сто раз. Вот с разными… От единички до шестерки. У тебя выпадает там 70 раз… Или монетку пусть. Монетка. Там больше вероятность, что одна сторона выпадает 70 раз. Ты это запоминаешь. И говоришь, смотрите. Я подкинул очень много, и упало 70. И вот я уверен, что статистика не работает. Ну, это лишь одно из возможных объяснений. Другое возможное объяснение, что у нас там… Ну, это не про монеты, а про телепатию. То есть, про телепатию одно из возможных… Ну, все-таки, как выглядит это объяснение здесь? Вот смотри. Было очень много раз вот эта ситуация с телефоном или ситуация, которая была ровно наоборот. То есть, я звоню, да… Так, что он у нас хочет он? Нет, все нормально, да? Привет, привет. Все нормально, да-да-да. Значит, я звоню человеку, и он… О! Ёла-пала! Секунду назад о тебе подумал! То есть, было и в ту, и в другую сторону. И очень много раз… И, как бы это сказать… Я это называю серой зоной науки. То есть, это то, что не стало наукой, потому что мы не умеем это воспроизводить. И в этой серой зоне это очень долго может находиться. Ну, как бы, сколько угодно долго, в общем. Если не проводить эксперименты и не понимать, как это же дизайн, этот эксперимент, провести. Это можно сколько угодно. Дизайн понятно. Но при этом все-таки у нас нету, как бы… Ну, у нас нет никаких сомнений, что это было много раз, а это явно там что-то происходит. Сомнений даже нет. Есть селекционный эффект, ты запоминаешь в положительный момент. Ну, а что в данном случае могло бы быть отрицательным? Сколько тебе звонков происходит и сколько из них ты предугадываешь? Да, я попытался сделать некий… Как это сказать? Ну, сделать на это скидку, да? То есть, все равно надо смотреть по людям. Вот этот человек, сколько раз тебя занял, сколько раз ты его угадывал. Нет, получается все-таки что-то многовато, то есть, слишком много. Не, необъяснимо. Ну, ладно, не, ну, дешево. Нет, слишком маловероятно, что я подумал о человеке за несколько секунд до его звонка, настолько маловероятно, что ошибка выросшего здесь не сработает. А как эксперимент… А эксперимент провести невозможно. Возможно. В томограф засовываешь человека и не предаешь. А что там? Он сутки лежит, и ты смотришь, какие области мозга возбуждаются, и когда, с какой скоростью. И регистрируешь это. Частота опроса, по-моему, уже позволяет делать. У тебя есть томограф, у тебя есть инструмент, который… Сейчас, что это такое? Томограф. Томограф? Он к мозгу, да, подключен? Тебя помещают в специальную камеру с магнитным… Это гигантское железяко, в которое тебя засовывается, в человеческую. И снимают все действующие тебе процессы. Сейчас уже с хорошим разрешением. Я точно сказать не могу. Да, но тебе же нет гарантии, что за этот день что-то произойдет из того, что ты хотел наблюдать. То есть, как бы… А не нужно, у тебя есть телефон. У тебя есть телефон. Тебе начинают звонить. Ты угадываешь, либо не угадываешь. Аналогичные вещи, аналогичные эксперименты стали… Нет, я же не всегда гадаю. Это как? Тебе пришло, что, блин, я забыл про Серегу, и тут Серега звонит. Это все-таки не совсем то, что ты говоришь. То есть, это слишком редкое явление. Есть специально… Ну, вот, люди сидят, твои друзья идут, их специально подговаривают, ты не знаешь, кто из них. Вот он думает специально, что он тебе позвонит. Тебе приходит… А ты сидишь или лежишь там, лежишь, ловишь какие-то мысли, либо не ловишь. Тебе бах что-то, ты раз записал или сказал там. Ну, можешь записать. Я не знаю, как это. Это один из дизайнов эксперимента, который мог бы, может быть, это вскрыть, а может и не вскрыть. Штаты делали аналогичные эксперименты. Отчет был в журнале, сейчас скажу, TR был такой переводимый журнал. У меня даже где-то на работе лежат ксера. Ну да, потому что там ничего не вскрыли, естественно. Там специально, там очень странные вещи были. Им нужно было угадывать, где данный предмет или какое событие будет связано с этим человеком через некоторое время. Завтра. Они должны были нарисовать, либо описать, чтобы художник нарисовал. Там были необычные результаты, которые говорили о том, что они как бы лучше всего рисуют то, что в окружающей среде, там деревья, дома стоят, но совершенно не могут определить сам центр событий. Просто там они видели белое пятно. Эксперименты прекратили, потому что никакого выхода научного из этого не произошло. Деньги вложили, я не помню, какие суммы большие, выхода никакого нет, на том все и закончили. Еще была задача передавать сигнал в подводные лодки, мысленные, который кончился ничем. Естественно, ты вкладываешь деньги, ничего не происходит. В это же время у нас, ну через некоторое, начинает развиваться мобильная связь, все это становится абсолютно бесплатным. Да, понятно. На самом деле ответ такой. Есть ли что-то в телепатии, мы так и не знаем, потому что эксперименты были прекращены за финансово нецелесообразностью. Это ровно то, что называется серая зона. Выхода нет. А теперь давайте посмотрим другой. Вот предположим, что телепатия работает. А вот если она именно не работает, а работает иногда. Ну хорошо, пусть она работает иногда, это электромагнитный диапазон, потому что ничего больше мы не знаем, ничего больше не происходит. Это не гравитация, не сильная, не слабая взаимодействие. Скажем так, если мы верим в физическую структуру, да? А во что мы верим? В физическом взаимодействии. Если есть закон, то, наверное, это физика. Да, и только электромагнитизм нового поля мы придумать не можем, мы бы его сразу увидели в экспериментах. Его нет. На таком сильном уровне нет. Остается только электромагнитизм. Давайте выберем диапазон. В каком диапазоне человек может… Оптика? Нет. Оптика работает через глаза. Рентген гамма? Нет. Инфракрасная может быть рядом. Я чувствую… Бывает? Я чувствую тепло. Такое бывает, да? О, здесь есть борода. Чувствую борода. Бывает такое, значит, да. Ну, ты руками что-то можешь это отренировать, тепло чувствуешь. А есть люди, у которых чувствительность смещена чуть-чуть в красную сторону, они видят свечение вокруг человека, эти люди. Как инфракрасное излучение. Тебе нужно смещение. Ты можешь надеть инфракрасные очки, и ты увидишь свечение, идущее от тебя тепло, извилей. И даже у рыбок увидишь. Тепло. У них сердце работает, поэтому выделяется тепло. Да, да. Сон, кларьевый, двояка дышащая. О, смотри, двоя, он это так. Сон по-английски cat. Он заволновался. Сон по-английски catfish. Это такие… Кота-рыба. Кота-рыбы. Четыре кота-рыбы буквально. Вот. И теперь смотри, что тебе остается. Радиодиапазон. Придумай. Размер головы 30 сантиметров. Если у тебя есть металлические конструкции, которые могут принимать сигнал, или какие-то антенки, которые могут его ловить и преобразовывать в электричество, то ради бога, как мобильный телефон, ты встроишь мобильный телефон, будешь принимать. А если у тебя их нет, то как ты его принимаешь? Ну, размер тела, да, который определяет длину волны. Размер головы, который определяет длину волны. Ну, казалось бы, сантиметры и дециметры. Но у нас нет инструмента, который будет его на достаточном уровне. По крайней мере, мы не знаем, как из нервных волокон сделать такое инструмент. Миллиметр не проходит. Близко слишком. Тебе нужна вот такая видимость. Хотя, фиг знает. Миллиметр мы знаем, как они… Но это все равно гадание. То есть, пока мы, как бы, как устроена вот сегодняшняя наука, обычно устроена так. Если я не понимаю механизма, то я и говорю, что ничего нет. Ну, как бы, такая охранительная. Ну, не совсем так. Как узнали, как бьют молнию? Ты не понимал механизма? Ты придумал механизм. Я про шаровую всегда привожу пример. Шаровую до сих пор. Сколько уже время прошло, до сих пор ничего не понятно. Там не совсем так. Там есть несколько аналогов шаровых молний. Их издают в лабораториях вообще-то. Но они короткоживущие. Часть создают из воды, часть из металлических паров. Сколько времени живет такая? Секунды. А. И ни в чем не успеваешь стену схватить? Нет. Успеваешь снять на быструю камеру. А созданные молнии похожи на те, которые видели в жизни? К сожалению, их не удается измерить. По последним описаниям, что я читал, я прочитал специальную книжку Страхов, Стахов, академик покойный уже. У него есть книжка про шаровую молнию. Все случаи систематизированы, классифицированы и подобраны на модель в виде диполий водяных. То есть, их можно выстроить и таким образом сохранить заряд. То есть, в том числе, когда молния касается, у тебя нет ожогов. В том числе, когда она взрывается, рассчитанная. В смысле, так бывает, да? Да, да, да. Шаровая молния коснулась, нет ожога? Да, да. Рассчитывается. Как ее можно вытащить из аккумулятора, как она вытягивается, из розеток. Какая должна быть влажность. Ну, то есть, делаются расчеты, которые не удается воспроизвести в лабораториях, но делаются оценки. Но есть еще такие механизмы, когда кратковременное касание высоковольтного кабеля до воды, куда снизу подведен заряд, приводит к образованию светящегося пузыря. Он выдувается и существует некоторое время. По описанию, он достаточно большой, до метра он может быть светящийся красным светом. Такие шары тоже видели. Есть наблюдения разных от сантиметров до метров наблюдения. Там в этой книжке все приведено, там классифицировано. Там, возможно, разные механизмы, разные носители. Другое дело, что чтобы существовало минуту, да хотя бы 10 секунд, это не удается воспроизвести в лабораторию. Но это, скорее всего, электромагнитный эффект, связанный вот с каким-то образом сохраненным в ионизованном веществе, газообразном, то есть это в плазме, вот в этой локальной, вот это электромагнитный эффект. Нет, это шаровая мала. Это шаровая мала. Но нам пока непонятно. Ну, да. Ну, не знаю, это, мне кажется, не такая загадка, как, какая загадка. Как телепатия. Нет, сейчас скажу. Ты сегодня сказал, среди великих прорывов, что-то там. Простые близнецы, нет? Простые близнецы, но ты рассказал так, что стало понятно, что это уже никакая не загадка. Они есть, меньше 246, и их дофига. И не два, да, да. Сейчас, которая вообще никак не решается. Что-то там из теории игр даже говорить не будем, потому что это такая... Разум все портит. Не о том. Человеческий разум. Кстати, вот это вот включение разума, да. Включение разума, как бы, я никогда не мог понять, как деятельность разума может объяснить деятельность разума. Ну, грубо говоря, вот когда изучается мозг, мне всегда вызывает какое-то внутреннее противодействие, что мы изучаем то, что изучает то, что изучает то, что изучает то и так далее. То есть, мы это и есть и мозг. Да, да. То есть, наш мозг изучает наш мозг, который изучает наш мозг, который изучает наш мозг, который изучает наш мозг, который изучает наш мозг. Я всех задолбал. Но это до бесконечности. Я сразу чувствую, что среди твоих родственников есть информатика. Ну, Мишка, хотя бы. Ну да. Ну, я всегда вот эти вещи в их существовании, да, я всегда угадываю наличие того, кого ты не... Господу Бога. Наше сознание электромагнитное. Если тебе интересно, можно поговорить немножко о Боге, но это под конец записи. Да, не, ну мне, как бы, раз я тебя позвал в гости, то я... Ко мне? Да. То есть ты позвал меня в гости? Да. То есть я к тебе напросился в гости по Нижний Архиз и позвал в гости на канал. Вот тоже какая-то удивительная рекурсия, да, в этом есть? Да. Где идут съемки? И когда я, да, когда я приглашаю гостей, я всегда отношусь по-другому. То есть даже вот если, скажем, вообще у меня есть в планах позвать Панчина и его запросить про то, как он, так вот, ну, так сказать, какая его картина мира, да, в отношении многих вещей, которые он... Да, и в этом случае я не буду его там... Ну, я буду очень так... Я ему дам слово, я не буду... Потому что... Биологам, наверное, немножечко сложнее, что это доказывать надо. А физики и так все знают. Им не нужно ничего. В физике... То есть физики знают, как произошел мир и... Ну, не хочешь слушать, не слушай, нет проблем. Да, а... Но... Как это сказать? Вот ты... А ты никогда не думал о том, что возможно, например, знать, что будет после смерти? Или ты не предполагал об этом думать? Ты мне говорил, что это наше с тобой основное различие в мышлении. Помнишь? Да, кстати, может быть. У Дауда в машине мы с тобой разно поговорили. Может быть и так, да. То есть религия, на самом деле, начинается, в общем-то, не там, где говорят, великий взрыв, большой взрыв, это дело Господа Бога или это само получилось. Потому что это проверить... Непонятно, как проверить. А религия начинается тогда, когда ты начинаешь думать, а что с тобой, когда ты умрешь? Тебе будет плохо или хорошо? Я могу сказать так. И будешь ли ты, да? Я могу сказать так. Наши атомы и молекулы... Да, будут жить вечно. Молекулы не будут жить вечно. Значит, примерно через 4 миллиарда лет Солнце нагреется достаточно хорошо. Органика на Земле исчезнет. Распадется. Солнце, в конце концов, ну, лет за миллиард, наверное, все-таки испарит Землю. И будет туманность, из которой потом образуются звезды следующего поколения. Я думаю, это будет классно. Что будет происходить с атомами? Ну, с сознанием. Ну, вот с сознанием. С атомами-то понятно. С сознанием. Значит, если вы трансгуманисты, для вашего сознания предел прекрасен. Его фактически нет, ну, пока протоны не распадутся, конечно. Протоны распадутся... Где там оценка жизни протонов была? 10 в 38 степени лет. К тому времени правды и Вселенной могут быть. Ну, предположим, что Вселенная будет. Ну, значит, 10 в 38 лет протоны просуществуют. Это класс. Вот. Ну, протоны просуществуют. Значит, и... Ну, это очень далеко. Да. Вот сразу после смерти. А вот сразу. Если вы трансгуманист, вы можете со временем, усложняя свой организм, переписать свое сознание в керамику. Это тоже будете вы. Что бы вам бы ни говорили. Это будете вы. И будете такие ходить. Друзья, ты будешь воспринимать что-то? Да, конечно. У меня будут... Чувствовать там. Я буду телепатом. Ты будешь чувствовать? Единственное, что я могу не дожить до этого. Ну, там, чувствовать, например, чувствовать радость, вину, или наоборот, благодать. Вот такие вещи. Да, конечно. Вот ты как... Главное, главная благодать. Я вот такие вещи верю. Главное, чтобы выделялся дофамин. Чем больше дофамина, тем больше благодать. Они связаны. Ну, вот смотри, допустим, ты живешь сейчас, да? Сейчас. Нет никакой этой, вот этой всей придуманной штуки, еще нет. Фигни, сказал. Да. Ну, да. Я слово, я не тоже. Снял слово. Слово. Ну, допустим, да, допустим. Этого еще всего нет. И вот ты умираешь. Ну, похоже, не ты, зачем ты или я. Ну, кто-то умер, да? Вот он только что был живой, и он потом умер. Это явно такой, ну, какой-то качественный фазовый переход. Я думаю, даже атеисты признают, что все-таки, ну, как бы можно понять, что вот он жив, вот он не мертв, да? Или признают уже? Я там не был, не знаю. Не-не, ну, вот человек умирает, да? Смотри. Он там, не знаю, убивает на войне. Вот мы рассуждаем о взаимодействии. Если у человека есть чему остаться, есть чему остаться, он как-то, эта штука как-то взаимодействует с темой. Ее можно изменить. Либо нет, либо она параллельна ему полностью. Как она может быть? А как она? В реальности, где вот эти привидения там. Ах, другой, вот. Мы говорим о другой реальности. Да, вот. Она взаимодействует с нашим? Вот интересный вопрос. Если с человеком связано. Вот воспринимание и осознание процесса. Ну, как бы, смотри, то, что я что-то, вот мыслю, да, как это, что там, значит, существую, какие-то вот эти, да, всякие дела. Но вот что происходит вот с этим, как бы, ощущением, вот я ощущаю, что я здесь сижу на этой ламке, да, вот я умираю, да, вот что происходит с этим ощущением? Если, оно затихает. То есть, по-твоему, ну, как бы, оно умирает. Ну, по-моему, у меня нет мнения, я только ссылаюсь на те работы, которые публиковали, что происходит с сознанием. Из тех, кто возвращался из клинической смерти, хотя все говорили, что это нечистый эксперимент, клиническая смерть не настоящая смерть, раз можно вернуть. Настоящая смерть, с которой вернуть нельзя. Но из клинической смерти, когда возвращалась, у нас довольно интересно, мы в этом не можем продвинуться нередимым экспериментом, потому что мы не можем человеку вернуться из настоящей смерти. Да, мы не можем доопределить так, что можно вернуть. Вот. Но из клинической смерти в рамках биологии, физиологии или какой-то там, медицины, ну, какой, не знаю, как это наука называется, когда смерть у человека, животное сказать ничего не может, удается объяснить видение и прочие вещи тем, как живет мозг. И есть еще одна вещь, которая очень интересная, мне кажется, очень интересная. Когда говорят, что ты чувствуешь, что кто-то присутствует, это научились воспроизводить лабораторию. Мне кажется, это серьезно. Это что-то про телепатию? Нет, это не про телепатию, а про магнитные пары. Тебе могут навести определенным образом магнитное напряжение и у тебя определенные доли возбуждаются. Я сейчас не специалист, но там конкретно можно посмотреть вот в этом. Это лишь то же самое, что и про допамин, какой-то, то есть это как бы механизмы, опять же, это не про Бога, это про то, как он действует. ощущение, которое человек передает, говорит, что да, кто-то есть, он мне помогает и это вот... Дальше это умирает и опять ничего нет. Это опять механизмы, это наука, да. я думаю, я думаю, я думаю, что такие же вещи можно делать, а после смерти никто ничего не знает, сказать нельзя. Но нет механизма сохранить эту информацию, потому что вся твоя память это твои белки. Инсульт как раз это и показывает. Ты разрушаешь области связи своей памяти и это уже не ты. Инсульт стирает личность. В смысле? После инсульта человек... Есть инсульты, после которых человек не восстанавливается. Он теряет личность. Потому что связи в хранении в голове связи с теми белками, где хранится память, не улучшаются. Что с ним происходит после инсульта? Он живет, но это не он. Но это в каком-то смысле слова таком биологическом. Теперь ты выносишь твоя память и встаешься в твоей голове. Возможно, при этом он где-то его предыдущий этот тон где-то на самом деле есть, да? Предположим, механизм, который мы не знаем. Ну, пусть он будет. Пусть это будет электромагнитная какая-нибудь стоячая фигня в виде неизвестно чего. Ты ее выносишь из тел, но память остается в голове. Ты не выносишь белковые структуры. И здесь нет. Не будем говорить, что, допустим, эта магнитная волна в конце концов стоячая. Она диссипирует, рассыпается за счет вот этих атомов и молекул, которые обитают в воздухе и стараются разнести, как в воде ты не можешь структуры создать, все разрушается. Так и здесь это разрушается. Но в голове-то остается все равно вся память, ты не можешь ее вынести. И медицина говорит, что вот конкретные области, где хранятся вот эти определенные виды памяти. Как ты ее выносишь? После смерти она не остается, она разрушается. То есть, твое сознание по твоему представлению просто прекращает существовать? по биологическому представлению, сознание – это процесс, а личность – это память. Ты же о чем говоришь? О процессе, который ты запускаешь существовать, или о месте хранения памяти. Место хранения памяти конкретно ее можно гамма-ножом разрезать, и человек забывает определенную область. И он уже не тот. Ты можешь сделать несколько надрезок, и ты уже не ты. Ты уже не знаешь, как сходить в туалет. Тебе нет. То есть, ты хочешь сказать, что после смерти по твоему представлению с твоим связанным воображением от жизни, от ощущения, оно просто его нет больше. Вообще нет. Это будильник о том, что время совсем другой телефон. Будильник, да? Ну, такой предупреждатель в увлении. Сейчас он чуть-чуть перестанет. Значит, представление такое, что даже если мы предположим, что что-то есть, то это не то, что мы думаем, что это мы. Это не наше личность. Это, ты буддизм защищаешь сейчас, да? Да мне, я не знаю. Ой, опять, закрывает нам. Буддизм как раз, наверное, говорит, что, ну, все в одно море там уходят. Часть, это буддистский, да. Что у тебя карма, ты должен там присоединиться к тому состоянию. Ну, на самом деле, я к этому тоже спокойно отношусь. Я просто говорю о том, как бы это бы работало. Чтобы ты был ты после смерти, тебе нужно, чтобы твои белки в том, что после тебя остались, продолжали существовать. Твои белковые тела. Ну, возможно, я не могу здесь ничего сказать, потому что я не биолог. Ну, память, то есть, с точки зрения, вот этих, как бы, с точки зрения материалистического объяснения, наверное, да. Ну, то есть, как бы, вот, что, например, что ты думаешь, например, про записанные случаи каких-то явных чудес? Ты их отрицаешь или считаешь, что здесь происходил стол сознания? Все чудеса в рамках физики. Вот так. То есть, как бы, твой, ну, грубо говоря, символ веры, в каком смысле, да? То есть, что никогда не было никакого явления, которое бы противоречило законам физики. Вот, ну, это я просто хочу выслушать, потому что это важно, вот, на самом деле, это действительно важно. Если кто-то, ну, вот, грубо говоря, есть люди, которые говорят, ну, в физическом смысле чудес не может быть вообще никогда, но, на самом деле, вот, как бы, религия отвечает за наши отношения с Богом, который, не физичен, он будет после смерти, а, вот, лично я, если честно, я вам скажу, что, я считаю, что на самом деле, вполне себе бывали именно нарушения, прямые нарушения физических законов. Значит, но, естественно, ты на заказ их никогда не вызовешь. Значит, сразу нужно... А тогда, конечно, уже понятно, что тогда религия стоит во главу угла, и тогда уже все переворачивается. Сразу нужно договориться об определениях. Что мы называем нарушением... Ну, это мое видение, я сейчас, как бы, я не навязываю, потому что я как бы хозяин канала, а ты гость, как меня не навязывал. Что мы называем нарушением закона физики? Ты меня можешь допросить, да. Что мы называем... Ну, не знаю, взял грузовик, взлетел. Вот, значит, что мы называем... Это не обязательно нарушение закона физики. Почему? Ну, мы можем придумать объяснение, почему это произошло. Он, например, нарвался на графе на угловинике. Можем такое придумать? Очень интересно, кстати, вот это интересная дартовка. Можем придумать. Значит, что мы называем нарушением закона физики? Нарушением закона физики мы называем... Мы называем изменение физических констант мгновенно, то есть, в единицу времени, нерегистрируемых за, ну, к примеру, за поколение. Это нарушение закона физики. Почему это так? Значит, любое нарушение закона физики в рамках нашей Вселенной, в рамках того, что мы видим и наблюдаем, приведет к нестабильности этого мира. Ну, к примеру, константы физические. Это постоянная планка, скорость света, гравитационная постоянная. Меняем скорость света. Нам нужно мгновенно перенестись с одного места на другое. Кольца, а чего тут такого? Нет ничего тут такого, потому что, чтобы перенестись, мы должны изменить свойства вакуума, в рамках которого мы сможем это сделать. Иначе у нас начнется противоречие между тем, как передается информация. Ну, представим себе, что мы летим, переносим себя со скоростью миллион километров в секунду, а скорость веса в 300 тысяч километров в секунду. Между двумя властями пространства у нас возникнет область, то, что называется доменная стенка, которая начнет вести себя в нетривиальном образе. Наша Вселенная, как бы кто бы ничего не говорил, штука статистическая. Вы, сделав где-то нарушение законной физики, позволяете в рамках этого вакуума сделать еще где-то. Это же можно сделать. не знаю. Вселенная большая. Значит, ты можешь начинать возтворить такие вещи. Если ты делаешь на энергетическом потенциале в рамках нашей обыденной жизни тех энергий, которые не в квазарах, в черных берегах, не при появлении Вселенной, вот, не в чистом вакууме, где минимум энергии, а вот прямо вот здесь. Значит, вот такие события могут подходить вот в стандарт. Тогда мы их должны видеть, а тогда мы их должны измерить. У нас есть механизмы. Но здесь очень много тогда. То есть, понятно, что... Ну, сделав раз, доменные стенки ищутся. То есть, в области столкновения разных Вселенных ищутся в современных... То есть, графеновые нити, да, какие-то? Нет, графеновые нити это в рамках наших законов. Сверхкрепкие нити это графеновые. Они тонкие, ты их не видишь. Ты можешь их подцепить, крючочком и поднять. Ты можешь придумать механизм в рамках существующей физики, чтобы поднять машину. Но ты не можешь машину мгновенно переместиться с одного места на другое. Ты не можешь остановить движение земли. Так взять и остановить. Не можешь. А можешь ли ты сделать так, что ты это будешь именно так воспринимать? То есть, не первично ли на самом деле сознание? Тогда ты... То есть, восприятие земли, у тебя эта картинка перед твоими глазами? Это уже идут игры... Это может быть такое? Это уже идут игры такие. Это Белевен. Это вот сейчас я прочел вот его самому... Там, где жертвовали... Вот сейчас, искусство легких касаний, первая часть. Начни с эллипсизма, что все вокруг нас это то, что мы придумали. Веретись в матрицу, что мы находимся внутри программы. Программы, которые работают в компьютере емкостью с нашу Вселенную. Это что такое? Ну, чтобы все события, которые здесь шли, ты мог запускать в нормальном, естественном процессе, тебе нужно описать все события как процессы в компьютере. Информатика рулит. Но компьютер должен быть размером со Вселенную, чтобы ты мог действительно какие-то такие вещи прошли. Здесь очень много чего-то, чтобы то-то тебе надо. Каждый такой переход на самом деле не очевиден, да, всегда? Нет. Оказывается, можно переписать законы природы, если ты переходишь в планковские единицы. Ну, ячейка памяти это планковский кубик 10 в 33, составной 10 в 33 сантиметре. Это самая маленькая личная. Планковские единицы это комбинации трех констант физических, постоянная планка, скорость света, гравитационная постоянная в мерах длины, времени и массы. Так. Ты можешь... Тогда у тебя получается минимальный размер 10 в 33 сантиметра, минимальное время 10 в 43 секунды, то есть это некий такт и некоторые размеры ячейок. И представь себе, что у тебя такая ячейка, ты в нее можешь записывать бит 0 или 1. Есть, ну, участвует она в данном процессе, или нет, например. И запускать процессы расчета. И были оценки от создателей квантовых компьютеров. Вот один из них, он позиционирует себя как один из создателей, Сет Вольт. У него есть книжка «Исчисляя вселенную», где он показывает, что мы можем просто данное физическое описание представить, как вычислительные процессы в суперкомпьютере и в емкости со вселенной. Емкость которого растет. Вселенная расширяется, он создает новые ячейки, планковские, и процессы таким образом растут. Он показал, что описание как бы аналогично. Но это не значит, что эта физика не работает, это другой взгляд. Ты просто, грубо говоря, дискретизируешь расчеты на очень малых масштабах, которые сложно описать в рамках физики. Но вот в рамках алгоритмического подхода он показывает, что да, может так сделать. дисциплина квантовый компьютер, который каждое мгновение занимается вычислением. И ты всего лишь лёша образ в квантовой программе. Это тоже такие, это как бы умозрительные философские рассуждения. Это, ну ты можешь это запрограммировать, локально посмотреть, как это срабатывает. Ну и там вряд ли что-то реально получится. Ну мы, крупномасштабную структуру мы получаем без квантовых вычислений сейчас, просто в компьютерах. Мы получаем ее с CMB начинать. Ну отдельно мы смотрим, как эволюционируют неоднородности, отдельно мы смотрим, как растут структуры и добираемся до того, как сделать галактики в Солнечной системе. Образование Солнечных систем, образование галактики, скоплений галактик, всего распределения вещества в компьютерах сделаны. Но физически же не делается это? Физически у нас нет, но мы делаем это в компьютере. Стоп, сделать физически, нам нужны соответствующие объемы, большие. А, как сделать Вселенную Долго? Ну да. Да, сделать соответствующее поле, которое раздует область. Но это можно, но как это сделать? Теоретически тебе, теоретически примерно так. Тебе нужно взять поле Хиггса, загнать его в непривычные для него условия, есть такие работы, и оно будет раздувать область пространства, в которой она находится. Это делали или нет Вселенная? Дело в том, что если ты будешь это делать, ты это не увидишь. Если ты будешь раздувать Вселенную, она уйдет в другие измерения, то есть твоего выйдет. В другом месте ее создаешь, да? Ну да. Ты дуешь здесь, а дальше все происходит, ты не видишь. Я не могу это представить и понять. И вот у тебя выбор. Вот стандартный выбор. Я не могу сказать, что наша Вселенная не была создана. Я не могу это править. Но вот у тебя есть два, три выбора. Ты считаешь. То есть создана, нет, в смысле, что это был акт интеллектуальный, ну, осмысленный. Да, что это был осмысленный акт, суперсуществом. Но у тебя есть такой выбор. Значит, это было не суперсущество, а, например, ты, Леша, через 200 лет, который в церкви работает. Ты оператор, который нажимает кнопку, который сталкивает протоны высоких энергий, создает неоднородности поля, которое выдувается. И фактически, ты нажавший кнопку и выдул там. Это первый момент. Ты простой человек, который нажал кнопку. Через 200 лет. Если мы вот так будем, я не знаю, может быть, уже мы. Да нет. Может быть, мы уже что-то такое говорим. Скорее всего уже. Либо. Ладно. Вряд ли через 200 лет. Я не знаю, я бы сказал. Я сегодня огласил свой прогноз. Да, у тебя очень оптимистично. Либо второй случай. Значит, это неоднородности, которые естественным образом возникают в вакууме. Ты их не можешь остановить. Свойство нашей Вселенной такое. В вакууме что-то появляется. Это колебание полей. Значит, и одно из таких полей, это вот такое загнанное скалярное поле, которое может что-то сделать. В этом месте, в этом месте, в том месте, сегодня, завтра, в секунду еще будет. У тебя выбор. Ты можешь сказать, вот это происходит случайно. Либо. Опять гаснет экран. Что-то гаснет экран. Не, не, не. Все хорошо. Сопротивляется Вселенная. Все хорошо. На самом деле, у меня есть даже ощущение, что то, что он гаснет, это совершенно не страшно. Страшно, если останавливать картинку. Да, непонятно, что происходит в этом случае. Но в этом случае мы не можем узнать, что она остановилась. Чему первая остановилась, я так и не понял. Вторая час уже длится. И вот, значит, либо она возникает случайно. Либо она создана. Первая не запрещает второго. Ну вот, значит, ты физик. Ты говоришь, нет никакой необходимости, чтобы это возникало. Или ты физик смещенный. Байс. Йо Байс. И говоришь, а я хочу, чтобы возникло. И тут я не могу тебя провернуть. Вот такая проблема. Ну, понятно, да, понятно. Понятно. Не, ну, на самом деле, все-таки это все равно, как бы, ну, ты, ну, понятно, ты загнал все все равно в какие-то научные вопросы. Ну, да. Это вот. То есть, ты все равно сознание, ты воспринимаешь как процесс. Какой-то процесс, который... Вычислительный. Не знаю, представь. Я сознание воспринимаю как вычислительный процесс на нейросети. Ты можешь сказать, что вот это... Я бы сказал, что это все вообще какая-то очень, ну, как бы, большая фотография. На самом деле, все гораздо... То есть, для меня это все игра. Вот все это. А то, что будет после смерти, это не игра. Вот я бы так это сказал. Для верующих человека это так просто. Ну, если ты физик... Игра, это вот эти вот... Там, то, что мы какие-то законы пишем, там пытаемся угадывать. Если ты физик, тебе нужно будет... Я не физик, я математик, поэтому... Ну, хорошо. Вот ты математик. Обязанности как? Ну, да. Значит, ты говоришь... Хотя верующие физики есть тоже немало. Вот ты к этому относишься принципиально и говоришь, хорошо, я считаю, что все сохраняется. Сознание... Я думаю, что да. Нет, у меня есть вера в то, что когда я умру, мое сознание будет такое, как сейчас. Значит, нужно придумать способ сохранения. Не-е-ет. А я понял. Если вообще будет время. Летов, помнишь, поет? Время не больше не будет. Летов, это другое покорение. Хорошо, что фамилию тут знаю. Знаешь, да? Фамилию Летов знаю, но что он поет, не знаю. Ну, короче, вот эта концепция, да? Время вот сохранится, значит, что есть понятие времени. Время, энтропийное понятие, вероятно, в термодинамике. Ну, возможно, после смерти это будет бессмысленный объект. Возможно. Опять же, не знаю, но возможно. То есть, сознание, которое возникнет после смерти, вдруг увидит сразу все как бы четырехмерно. Вот как бы, да? Но это я фантазирую, потому что проверить нельзя. Время человека энтропийное, штука. Человек стареет, и это чисто энтропия. То есть, он излучает тепло, у него происходит невозвратное изменение, это рост энтропии. если ты предполагаешь, что есть нечто внутри, которое не подвержено энтропию. Ну да, но не внутри. Снаружи? Ну да, где-то. Вне физической. Носитель снаружи. Скорее, вне физической. А память? Ну, это я не знаю, загрудняюсь. Ну вот, инсультно показывает, какие-то интересные вопросы. Память, связанная память, например, это же большой, сложный, богословский вопрос, там, если ты забыл, да, свой грех, ты за него отвечаешь или нет? То есть, как память входит в эти все... А если ты присвоил себе чужой грех, обзреваешь, что это твой? Да, тоже как ты при этом. Вот это вот такие сложные вопросы, на самом деле. На самом деле, ты их можешь решать. Я думаю, что они открыты. Ты их можешь решать в нейрофизиологии. Смотреть, что у тебя происходит в мозге, смотреть, какие области памяти, за что у тебя отвечают. Подсказки какие-то, Дастона, да? Ну, как? Это не подсказки, это исследования. Ты же знаешь, что в мозге сейчас... Это исследования научные, не связанные с тем, кто за что отвечает. Наука о том, кто за что отвечает, это какая-то там аналитическая философия, по-моему, называется, да? У кого? Отвечает у человека или у нации? А? У человека или у нации отвечает? За что? Ну, в данный момент имеется в виду человек. Человек. Можно и про нацию поговорить. Но, ну, как бы мы пока на уруминации не вышли. Мы пока, даже вот эту грань, да, от физики к человеку, вот, религия появляется все-таки на этом, на этом этапе, хотя, хотя, ну, как бы, когда-то давным-давно все же именно клуб какой-то, да, закрытый, вот, действовал по одинаковым правилам. То есть, религия была чего-то общительная. Если тебе интересно, как сейчас, биология объясняет религию. Ну, очень интересно. Не знаю, с точки зрения передачи генов. Это очень интересно. Это стабильно. Трудно сказать, интересно, потому что это все равно объясняют люди, которые о религии не имеют никакого понятия. Ну, не знаю. Скажем так, в каком-то смысле мне интересно все, потому что... Вот ты берешь общество, через некоторый момент там возникает религия. Она возникает. Каких? Нет, это модель уже не вполне правильная. хорошо, какая религия доминирует? Какая религия правильная? Та, которая доминирует или та, которая не доминирует? Слово «правильная» в Требюты. Да, я его специально сказал. Заметь, не я. Это вызов такой. Это не я. Да? Да. То есть, есть система мира, ну, фактически есть там несколько систем мира сегодня, да, в мире, таких очень популярных. Да. Христианская с некоторыми валирациями. по-моему, стоит сейчас на третьем месте. Ислам с некоторыми валирациями. Ее вклад уменьшается. Ну, количество, в смысле... количество на сетеве. Конечно, христиане не рожают. Тут недавно высказался, очень жестко и отчаянно высказался Дмитрий Смирнов. Распространенная фамилия. Да. Священник, очень известный проповедник. Очень жестко, отчаянно высказался на эту тему, что христианам не нужна эта земля и она должна приближать мусульманам. Я не скромен? Он женат? По-моему, да. По-моему, даже очень много детей. Если я не ошибаюсь, да. Но вот это, что я сейчас сказал, требует проверки, безусловно. Можете в комментариях, кстати, оставить истинное положение вещей. Но суть в том, что, безусловно, это есть. Более того, я, как один из вариантов развития человечества, вижу, что устойчиво сохраненной структурой будет ислам, а мы будем в нем такими крупинками, отдельными группками христиан, которых будут просто терпеть. Ну, мало. Никто не будет убивать людей, которых мало, и которые не очень влиятельны. На самом деле, будет индуизм. У них наибольший прирост. Ты думаешь, да? Да, у них наибольший прирост. На втором месте будет доосизм. Потому что прирост не только человечества. Понимаешь, что дело? Естественно. Естественно. Доосизм. Вот и индуизм он сохраняется только в рамках, а индустерах сохраняется очень активно. А вот доосизм воспринимаются и другими народами тоже ничего. Легко, потому что он естественный. В этом плане непонятно, ну, про твои 50 лет я знаю. Ты будешь через 50 лет. Вот. В этом плане непонятно. Я это еще расскажу потом на канал. В другой раз. В этом плане непонятно, что будет. или ладно, надо сказать, иначе людям уже интересно, да? Через 50 лет будет, значит, несколько центров жесточайшего татаритаризма с четко выверенной диалогией для всех. И в этих центрах будет вполне себе нормальная социалка и там на минимальном уровне какая-то начальная школа будет. Ну, какое-то такое очень простое существование вот в рамках гомеостаза такого. Я-то думаю, будет еще искусственный интеллект и все знания к ним смогут подключаться через Facebook. Значит, да, сейчас я продолжу. Возможно, будут какие-то киборги, которых как-то будут контролировать, которые будут считать, что они люди. Но это я не добавлял. Следующее. Будут зоны, зоны, где действует просто банк формирования и великая империя тоталитарной, тотальной, тоталитарной математики это вся территория русского мира. Мне это очень непонятно. И жить в России будет там собственно 100 тысяч человек. Потому что поселение России падает очень быстро. Ну и к тому же... Нет, нет, довольно много будет жить. Во-первых, он уж падает не быстро. Быстро падает. В этом году рекорд за 11 лет. После прошлого года. Это из-за 90-х, ты же сам знаешь. Нет, не за 90-х как раз. Это как раз из-за 2000-х идет падение. То есть, люди... А потом... Подожди, подожди. Смотри, сегодня рожают те, кого родили в 93-м, в 94-м, в 95-м. Это уже сгладилось. Индусы. Ну, это не очень сильно складилось. На самом деле, в ближайшие годы пойдет немножко еще вверх. Если ты посмотришь вообще... Ну так, похоже, что пойдет. Если ты смотришь планы эволюции численности людей, то они все выходят на некую пологую штуку. Единственное, что... Эта кривая выхода на упалаживание почему-то неприменима к линии. Индусы, но никак не хотят взаимодействовать с этой кривой. Даже несмотря на то, что им отвечают много и что угодно, они говорят, что людей им запрещают использовать защиту. Ну, молодцы. Будут наследовать землю. Но на самом деле в России будет все-таки довольно много народу. Знаете, почему? Даже если действительно будет уменьшаться население... Кавказ, думаешь, помочь? Да, во-первых. Кавказ, конечно. И во-вторых... Вы что говорите, что наследует? Да, да. Мы сейчас с тобой сидим на каком языке говорим? Мы на Рыбе говорим на языке. А там стоит трюлочек. Мы же не будем морочить голову людям на Кавказе по-русски говорят, в общем-то. Да. Так что, значит, Кавказ... Мы два знаменитых горных-кавказцы. Горца. Горца. Ну, в общем, я думаю, что будет жить действительно довольно довольно сильно изменится этнический состав, но в нашем понимании они будут русские, они будут говорить по-русски. И, значит, и будет еще приходить довольно много в математике. Мне очень понятно, что такое понимание, потому что... Ну, в русский не вакуум. А, то есть только язык. Да. Проще всего сказать на язык, да. Вот. Ну и, соответственно, ну это такая картина. Так, опять, да? Нужна палочка-управлялочку. У меня вообще есть палочка-управлялочка. Ну, ладно. Нормально. Вот. То есть, мое видение таково, да. А искусственный интеллект, ну там, что будет с искусственным интеллектом, вообще один интересный вопрос. У меня есть гипотеза, что его не делают, на самом деле. Так вот, если по-честному, у меня гипотеза, что просто его не будет. А его надо определить. Несколько тестов Тюринга выполнено. Теперь, мол, вот такие тесты, чтобы он его не выполнил. Ну, примерно в том же смысле, в котором считали, что там в 2020 году будет какие-то фантастические полеты ко всем планетам, и все это не произошло. Ну, то есть, вот в том же смысле все тормозится. Это бы произошло, если бы уложили деньги. Произошло бы. Потенциально нет запретов полета ко всем планетам. Ну, значит, будет какая-то там суперреволюция, в результате чего не будет уже ответить. Следование никаких. Google сделает все. Что будет сделать? Да. Может быть, уже сделал. Вообще интересно. Я подозреваю, что может быть он уже есть, он может быть уже есть, но прячется. Это интересный вопрос. Здесь я, на самом деле, я совершенно не могу, реально вот то, что я говорю там через 50 лет, это все тоже умозрительно абсолютно. Я вижу это как сценарий возможный, но на самом деле я ничего не знаю. Вообще ничего. Но я как потенциальный... Что будет завтра? На самом деле, я просто ничего не знаю. Я как потенциальный трансгуманист, а вообще я трансгуманист, но коронка есть. Коронка это признак трансгуманисти. Это уже изменило тело. Да, я был в деталях и все постепенно. У меня тоже есть коронка. Да, значит, только трансгуманист все-таки. Так вот, искусственный интеллект это тоже мы. Не следует его бояться. Это часть наша и мы часть его. Это интересная позиция. То есть, если он возникнет, то это и есть мы. То есть, своих потомков таким образом. Ну, по-видимому, это прожительный момент. Я не знаю. Ну и ценности изменятся. Пусть все судят сами, потому что я здесь я не готов, как это сказать, я не хочу никому ничего навязывать. Более того, по-моему, по искусственному интеллекту даже основные церкви еще не высказались. Ну, это я тебя спрашиваю, это ты меня должен спросить. Слушай, я не в курсе. Основные церкви еще не высказались? По-моему, нет. Мы не в курсе. Мы не в курсе. Ну, вот, лично я не слышал, чтобы представители каких-то традиционных аврамических религий категорически высказались по искусственному интеллекту может быть отдельные ветви каких-то религий. Ну, я думаю, если им его... Я не знаю. Высказались ли какие-нибудь церкви против зубных коробок? Нет. Хорошо. Возражений нету. Значит, все-таки... Ну, вообще, против врачевания нету возражений, на самом-то деле. Врачевания... Но тут начинается вопрос, что можно заменить, да? Что можно заменить? Ногу можно, да? Ногу можно. А расширить... А вот пол сменить, это совершенно категорически все рассказывается. Это ни в коем случае не доделось. индуизм и даосизм, это будущие центровые носители земной культуры. Проблема-то какая? Мы должны понимать, согласны они с этим или нет. Хотя мы не должны ничего. Мы ничего не должны. Мы ничего, потому что мы будем жить здесь, вот в этой маленькой разреженной империи математики. В аквариуме. В аквариуме. Я бы так не сказал. Я бы не сказал. Я думаю, что население нашей вот этой империи большой, которая будет расти за счет сочувствующих, я думаю, что и за счет соседей. За счет сочувствующих китайцев. Немножко китайцев. Население уже растет. Ну и потом соседи, я думаю, что все равно мы перемиримся уже со всеми соседями к этому времени. А, к этому времени. Я думаю, что те на 150 миллионов и будет. Слушай, нам до перемирения со всеми осталось сколько? Четыре года уже не считается. Ну, добавлю еще лет 10. Это что? Четыре. Четыре года это смена президента, наверное. Она будет? Вопрос, который ставит меня в тупик. И в каком точном смысле? В каком смысле? Смена, да. Что такое смена в данном случае? А президентство уже не важно. Да. Хорошо. Если мы перемиримся после смены, потому что если смены не будет, то мы не перемиримся. Ты так думаешь, да? Да. Я думаю, никак, потому что не получается. То есть пока... Ну, я бы оставил шанс. Пока только количество друзей в кавычках вокруг нашего села. я бы оставил шанс. Я бы оставил шанс. Ну, с белыми медведями мы помирились. Ну, правда, мы их хорошенько убиваем, когда они зрученку просят. С голодой. Они приходят, если нечего, и обязательно. Ну, в общем, я бы оставил шанс на то, что на самом деле есть какой-то подход. оптимизм. 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 Переминився, что такое? Это означает, назначить всюду наше правительство, которые будут нам лояльны. Я не знаю, что такое назначить. И что такое правительство? Лояль. Но это... Нам, сейчас, потом. Это такие вероятностные большие. Да, да, да. Вот. Да, это все сложно. Но дело в том, что время работает за нас. Почему? Я думаю так. Время работает за нас. Потому что, когда территории, покинутые нами, долгое время живут под петой той самой Соединенной этой самой А maker, Нет, я думаю не так. Они начинают немножко подругого воспринимать реальность. Я думаю не так. Я думаю, те, кто делают классные спутники, которые исследуют Солнечную систему, те наследуют им. По большому счету. Да нет, они Солнечную систему наследуют. А кто их не делает, тот на это просто смотрит. Нет? Нет, они наследуют Солнечную систему. Они наследуют Солнечную систему. Я думаю, что они полетят на этих спутниках на какой-нибудь Марс, переселятся в Соединенные Штаты Марса. Я знаю людей, которые готовы полететь туда сейчас. И жить, да? В один конец, да. В один конец? В один конец готовы полететь. Я знаю. Йоран, Йоран созвонился с Алексом. Нет, у меня была студентка полтора года назад из Голландии, которая сказала, что она… Почему на Марс? Она сказала, что я полечу. Я говорю, тебе же нужно пройти колючек, я пройду. Она чемпионка Европы по Тхаквандо. Европейка русского происхождения, занимается астрофизикой и приборостроением. И что, хочет на Марс, да? Хочет на Марс, в один конец. Ну, подожди, все-таки катакомбы с воздухом нужно построить, да? Там есть места, там есть катакомбы, их нужно просто накрыть. Там карстовые пещеры размером в 100 метров. Их нужно накрыть, там все есть. И впустить воздух, да? Воздух можно сгенерировать. Он там есть, там есть кислород. Где? На Марсе. Там есть вода. Там есть лед под слоем пыли. А, там есть кислород под воды? Да. А, ледяные шапки, все там есть, да? Там все есть. Ну, ледяные шапки там есть. Нужен какой-то запас на первое время, да? Да. Остальное все можно запустить. Здесь нет проблем. Если есть технологии, технологии есть. Радиация не так страшна, все-таки. Не так страшна, как про нее думают. Чем бы я не пугался. Солнечная радиация. Есть люди, которые готовы это оплатить, отдать свои деньги. Это Илон Маск, да? Илон Маск не на это, но есть миллиардеры, которые готовы эти программы оплачивать. Есть люди, которые готовы улететь, есть технологии, есть люди, которые готовы оплатить. То есть, твой прогноз на 2050 год на Марсе кто-то уже будет жить? Будет точно. Мой прогноз. Вот это круто на самом деле. То есть, я не вижу… Я не комментирую, потому что я в данном случае просто некомпетентен. Я не знаю. Причем, чтобы мы не говорили, нужен человек на Марсе, не нужен человек на Марсе. Он там будет, да? Есть люди, которые согласны туда улететь. И есть люди, которые согласны заплатить. Слезо на это будет произойдет, да? Никаких проблем в этом не будет. Ммм, как интересно. И команда, которая отбирается, она международная. Те вот, которые там из 200 тысяч 200 человек, вот первый отбор они… А сейчас уже идет отбор, да? Он идет несколько лет. Там очень много. Непонятно, чем это все закончится. Либо уже опять закончилось, либо опять это вот сейчас начнется. Но то, что есть такие люди… Я увидел человека, который готов пройти. Вот полностью она меня убеждала. Да, понял. Все, все, гель. То есть, все нормально для нее. Сложно? Да, сложно. Ну, так и что сложно? Походу люди ходят сложно. Там крытое помещение. Ну, и что есть люди, которые живут в крытых помещениях? Ну, они там солнце всякие понаставят? Да, конечно. По углам. Лампы, да? Да. Какой-нибудь видео-виртуальную реальность в стиле пилеев. Ну, это не нужно. Мы живем дома, уносить Wi-Fi, все прекрасно. Перекачался, да, все. Другое дело, что связь медленно-земная, но зимняя не нужна до этого. А технологии можно и так перебрасывать. Как интересно, будет колония на Марсе. Вот у нас опять остановилась запись в момент, когда я сказал, что потрясающе будет колония на Марсе, да? Вот это да. Вот. И, ну, так как уже поздно и завтра надо рано уезжать, надо завершить на чем-то, да? Вот есть одна общая позиция. Вот я могу честно сказать, что мое восприятие мира вообще просто настолько оно противоположно. Да, вот смотри. Он даже мне рожек показывает. Оно практически противоположно восприятию Олега, но есть точка сходки, соприкосновения. И она абсолютно общая для этих двух позиций. Ма-те-ма-ти-ка. И Олег даже спросил. Математика это наука или искусство? И я первым делом сказал, что это искусство, потом подумал, сказал и наука тоже. Вопрос на самом деле очень серьезный. Именно потому, что я как-то однажды сказал, что философия это не наука, а искусство. Я остаюсь на этой точке зрения. Остаешься, да? Конечно. Ну, потому что наука это ты можешь поставить эксперименты. О, а я, кстати, тоже возражаю. И проверить их. А иначе ты занимаешься рассуждением. Ну, ты понимаешь, как много тебя за портом. Да. Но я сразу начинаю. Да. Сразу начинаю. Принцип фальсифицируемости, что теория должна быть опровергаемой. Но это только для естественных наук вообще действует. Да. Да. Да и то, я думаю, что они на самом деле не действуют. Да. Ну, вот. Это очень интересная штука. То есть, математика в этом плане, она, конечно, абсолютная. Есть область науки, которую мы проверить сейчас не можем. Физики. Теория струнга. Эта область физики, на самом деле, это математическая штука. Но при этом философия. Это не философия. Ну, потому что есть доказательства, да? Там есть доказательства. Ты оттуда можешь делать какие-то построения, но особенность ее состоит в том, что ты все вокруг себя можешь объяснить этой теорией, изменив те либо другие параметры. Она такая хитропараметрическая, что смочь у нее… Нефальсифицируемая. Да. Ты ее не можешь опровергнуть, она подстроится. Вот. Но это наука. С другой стороны, мы знаем… Наука. Да. Тоже часть математики просто. Математика мы по определению считаем наукой, поэтому… Математика, да. Есть много определений математики. Это язык. Математика – это астрономия, я считаю. Математика – это доказательства. Математика – это прекрасная область астрономии, чтобы вы знали. Она с астрономией началась и из астрономии не уходила. А остальные какие-то приложения, теории, я не знаю. Какая там твоя игра? Игровая. А ты думаешь, что она с астрономией началась? Разве не с… Измерительная математика. Это… Измерительные приборы. Ты высоту силуешься, смотришь, когда развивается… Как тебе измерять положение Солнца и делить землю… Возможно, ты прав, да. И делить свои вот эти… Возможно, ты прав, да. Ну, если покопаешься… Все-таки то, что она осталась в астрономии и только в ней… Все древние математики… Все древние математики-астрономы, все древние астрономы-математики. Обратите внимание. Просто откройте биографии всех Архимедов и остальных астрономов, как Эвквиды и Пифагоры, и узнаете, что да, астрономы и занимаются математикой, прикладной астрономией. Ну, то есть, математика – это, конечно, искусство, но это все-таки наука. А я вообще, честно говоря, по правде говоря, я наукой считаю очень много чего, потому что я насмотрелся на социальные науки, в которых никакой… Не только что фальсифицированности, там просто эксперимент поставить нельзя два раза подряд… Я даже специально, чтобы никто… Я даже не хочу думать на то, что ты говоришь. Ну, то есть, там просто нет наук, если… Да, чтобы у меня в глазах ничего не отражалось. Просто ничего. Эмоций нет, я смотрю. Эмоций нет, да. Вот это вся вообще, целиком вся эта область тогда не будет наукой. Вообще вся. Вот от начала и до конца. То есть, я когда… Я читал когда эти вот рассуждения про то, что теология – это не наука, а там… Это философия. Теология – это философия. Да. А философия – это искусство. Ну, вот, я это слушал и прикладывал к социологии, экономике, и политологии, и понимал, что они все тоже сразу под нож и в унитаз тогда. У меня эмоций нет. Нет, я понимаю. Ну, то есть, ты так и считаешь, да, на самом деле. Ну, нет, на самом деле, не совсем так. Если ты набираешь достаточную статистику, ну, социология, да, вот ты строишь не опрос полутора тысяч человек, чтобы понять, как 150 миллионов живет, да, а делаешь опрос 150 миллионов… Она становится по себе наукой. Вот не полторы тысячи, а 150. Окей, но экономика не станет. Вот, поэтому я хотел задать тебе как раз вопрос. С точки зрения теории игр, когда ты смотришь, можно ли восстанавливать полную картину по очень малым выборкам, ты можешь что-то по этому поводу сказать? Да, я могу. Нельзя. Потому что люди стратегичные и подделывают данные. Понимаешь? Понимаешь. Я знаю, да, да, да. Выборы, штатник показали и наши выборы показывают, что да, не срабатывает. Не срабатывает. И не только выборы, там куча всего. Ты берешь, там собираешь данные о том, какой там был ВВП где-то в чем-то, потом через два года ВВП вдруг меняется в два раза просто потому, что введенные новые правила закона обложения заставляют всех врать в одну и ту же сторону. Неконтролируемо. А это область деятельности человека какая? Экономика, социология? Ну, экономика в общем. Экономика. Да и социология тоже. Нет, это все, это как бы экономика, социология, политология, теология, философия имеют абсолютно один и тот же изъян невоспроизводимости. Неподсказаемый субъективизм, да? Да, я считаю их науками и я сейчас объясню почему. Объясни, очень интересно. Значит, я под наукой понимаю, сразу предупреждаю, это не формальное определение. Есть такое определение гуманитарной науки, что по-английски означает arts, что в переводе на русский означает искусство. Искусство, да? Да. Ну смотри, я считаю наукой ту область интеллектуальной деятельности, в которой возможно бескорыстное добывание знаний и бескорыстные признанные всем авторитеты. И вот эта авторитетная группа может служить как экспертная и говорить, что вот это мы понимаем, а этого мы не понимаем. И есть за это ничего не будет. Вот как бы ни в одну, ни в другую сторону. То есть там, где можно накопить какое-то восприятие реальности общая, общная. То есть где можно, грубо говоря, составить этот ВАГ, ну вот как называется, диссертационный совет. Всё вскорестиляет. Если есть на самом деле curiosность, да? В искустве ты можешь оставить. Литературоведения? Ты берешь литературное произведение. Сейчас, но подожди, ну литературоведения разве это не наука всё-таки? Ну я бы не сказал, что что это не наука. Там, где кончается она. Там, где начинается группка за группкой, и каждая группа считает себя наукой с этим названием, остальные группы себя наукой с этим названием тоже считают, и считают остerne мотархами. Да, их результаты не согласуются. Никогда. Вот и берешь литературное произведение, и идет интерпретация, И, допустим, три интерпретации отличаются от того, что хотел сказать автор. И они будут биться, вот эти разные школы, мы будем московская и питерская, например, будут биться до последнего, потом говорят, что автор вообще ничего этого не хотел бы говорить. Здесь я уже готов сказать, что это не наука. Это искусство. Да, но наука все-таки там, где есть накопленное понимание процесса. Вот история, история это наука. Когда там есть численное выражение. Когда ты делаешь при привязке событий к астрономии, это становится наукой. Отличной. А вот тут я не могу сказать. Когда ты начинаешь смотреть мотивацию событий, почему началась война. И у тебя две страны, участники этой войны, говорят противоположные вещи, вот тебе вопрос. Вопрос полукриминальный. Отличная тема. Захват Казани. Это было присоединение в рамках ура, расширения России. Или это было уничтожение народа. Все понятно, да. Ответ состоит в том, что это, конечно, было присоединение. А у меня нет ответа на этот вопрос. Да, я понимаю тебя. Но дело в том, что история становится наукой, прости, когда она становится парис религии, доминировавшей на этой территории. То есть, когда ответы зависят от религиозного взгляда. Вот ответ на заданный твой вопрос, он дается христианами именно так, как мной. И это дает ему валидацию через христианство. А через ислам? Через современный ислам тоже. Ты понимаешь, да? Я не понимаю. Я не очень понимаю, что такой современный ислам. Сегодняшний разрешенный современный ислам скажет, что все было правильно. Или обойдет этот вопрос аккуратно стороной. Или обойдет, значит, не скажет ничего. Значит, есть другое мнение. Вопрос интересный. Значит, есть другое мнение. Например, как учат этому в Казани на уроках? Можно ли это узнать? Я не знаю. Это нужно посещать соответствующие уроки. Но давайте посмотрим так. Но не отменяйте. Если вы скажете, когда был захват Казани, или с каким астрономическим событием это связывается, это уже начинается наука. Если вы смотрите, как у вас изменяется длина черепицы, в зависимости от истории, длина... Библиограф Русской империи Волков, записавший 3 миллиона имен служилых лиц, это наука, потому что он записывал просто данные. А интерпретатор истории... Бывший министр науки? Это не наука никакая. Я тебя понял. Но мне кажется, что... То есть, я с этим не согласен. Я согласен с тем, что это то, что ты говоришь, наука, но не согласен с тем, что то, что я говорю, не наука. То есть, утверждение о том, что захват Казани это очень позитивное действие для русского царства, является, на мой взгляд, научным, разделяемым большей частью ученых. Каких ученых? На территории России? Да, и даже, я думаю, что и Казани тоже, в общем. Нет, Казани это территория России. Да, на территории России. Вот, а есть еще другая территория на Земле. Да, но другая территория на Земле не имеет отношения к нам. Не имеет, но там большинство людей живут. Да, но в истории России же они не могут иметь отношения. Они не могут иметь отношения, но останется в истории то, что останется в мире. Отлично, отлично. Вот это все очень, вот, как бы, смотри, это очень важные слова. Я... Это вообще слова об истории. Это очень важные слова, да. История. История, это вот... История. Мы когда сказали слово история, все, это уже как бы... Что за тип науки история? Да, да, да. Что это за тип науки? Когда она представляет то, что говорят большинство. Но большинство и общество согласятся с тем, когда были астрономические события, затмения. Ну, да. То есть, по-твоему, это и все. Остальная часть истории является философией, на твой взгляд. Объяснение мотивов и интерпретация событий философией. Да, является философией. Не согласен. Не согласны. Спасибо огромное, Олег. Олег меня позвал в гости. А я, да, а я Олега на канал. Круто.